Видео снимается специально для канала Все о стиральных машинах и для сайта МашМастер.ру Всем привет! Сегодня мы поговорим на тему расхода воды в посудомоечных машинах и сразу определим, почему у нас вообще может экономиться там вода. Вода в посудомоечной машине за один цикл проходит несколько раз и несколько раз моет одну и ту же посуду. Она очищается через специальные фильтры, то есть она как воды набрала посудомоечная машина, так и расходует ее, постоянно очищая ее фильтрами. Поэтому это получается экономнее, чем когда мы моем под кран, включаем воду и вода у нас сразу утекает после посуды водопровод. Соответственно, мы под краном тратим больше. Кроме того, в посудомоечной машине у нас такие вот маленькие тоненькие дырочки, через которые она вылетает. То есть струя намного меньше и за счет того, что она идет под напором, эффект есть, а расход нет. И в сравнении с этим, какой у нас напор не такой сильный под краном и какая струя у нас широкая. Если, конечно, мы моем поэкономнее, как я мою, вот если мою под краном, то я подкрываю чуть-чуть стараюсь. Если вы вырубаете вот напорную, тогда у вас расход идет, конечно, значительно больше, чем в посудомоечной машине. Кроме того, за счет чего мы экономим? Мы еще экономим за счет того, что посудомоечная машина сама нагревает воду. То есть мы не платим за горячую воду. Нагрев посредством посудомойки у нас получается более эффективный, чем нагрев путем нагревания воды в котельной, соответственно, когда мы тратим горячую воду, уже идущую из-под крана. Поэтому тоже здесь экономим. Как вы можете еще сэкономить? Вы можете приобрести машину, обращая внимание на ее класс. То есть у меня класс А, и моя посудомоечная машина, она очень эффективна. Обращайте внимание на энергоэффективность машины, когда ее выбираете. Это вам поможет тоже сэкономить воду. Ну вот конкретно моя марка, Hotpoint Arrestone, она устраиваемая такая узкая посудомоечная машина, она тратит порядка 9 литров за один цикл. Это хороший результат. Есть, конечно, более выгодные в этом плане посудомоечные машины. Есть посудомоечные машины, которые тратят всего 7 литров. Но это уже либо, обычно это более дорогие какие-то премиальные посудомоечные машины, на которых, конечно, покупка тоже должна быть соразмерна с экономией. Будет ли она экономно считаться? Есть машины посудомоечные, которые тратят больше, до 12 литров. Ну, есть, опять же, наоборот, более устаревшие какие-то модели этим грешат. На что еще стоит обратить внимание, чтобы сэкономить расход воды на, например, такую функцию, как половинная загрузка. То есть, когда мы загружаем только одну часть, если мы загрузили только одну корзину, то, соответственно, намывая ее, будет тратиться меньшее количество воды, чем когда мы загружаем обе. То есть, загрузив, например, вот эту корзину, у нас включаются только нижние лопасти, тратится только вода из нижнего яруса. Верхний ярус у нас никак не тратится. Если у вас нет такой функции, то, когда вы включаете посудомоечную машину, даже если у вас заполнена только половина корзин, то есть, такая одна корзина, все равно у вас тратится воды столько же, сколько и на полную загрузку. Поэтому, если у вас посуды немного, вы планируете мыть по несколько тарелок, тогда вам эта функция будет полезна, и это поможет вам сэкономить расход воды. Надеюсь, видео было для вас полезным. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Всего хорошего! Субтитры сделал DimaTorzok